Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас в очередном информационном блоге от Славянской Церкви Дымтицев 7 дня здесь в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни служения нашей общины. В эту субботу у нас будет в гостях Михаил Деньян с проповедью. Так что, пожалуйста, молитесь за его служение. Я верю, это будет благословенное служение и для тех, кто перейдет к нам сюда в церковь на Марконе, также для тех, кто будет смотреть нас онлайн. Ждем вас всех с нетерпением. На прошлой неделе у нас была чудесная возможность провести детскую каникулярную библейскую программу. Около 80 детей в среднем посещали эту программу каждый день. Я от всего сердца благодарен всей команде, лидерам, которые организовали и проводили это служение. Сам с удовольствием принимал участие в ней. Верю, что это было большим благословением и для детей, для которых мы служили, и для команды, которая совершала это служение. После этого информационного блога вы увидите небольшой видеосюжет именно об этой программе. Так что приятного просмотра. Уже завтра начинается семейный кемпинг нашей церкви. Я с предвкушением жду этой встречи. Уверен, это тоже будет благословенное мероприятие для всех. Много новых друзей и старых тоже. Знакомства, интересные спикеры. Разная программа развлекательная. Лес, вода. Так что думаю, что те, кто решили в этом году не пропустить эту встречу, они будут счастливы и уверен, получат много удовольствия. Так что ждем всех вас с нетерпением на этой встрече. Напомню, заезд с трех часов. Ну и такое объявление. Меня попросили сказать, что в этом году это все будет в таком стиле Гавайи. Так что если у вас есть одежда такого формата, то в субботу вечером мы хотели бы сделать общую фотографию. И было бы неплохо, если бы что-то в этом формате вы взяли с собой из одежды. Хочу сделать небольшое объявление от молодежного отдела нашей церкви, но, наверное, это касается не только молодежного объявления, но суть вот в чем. Разбор урока субботней школы в этом квартале будет проводить молодежная команда вместе с Александром Ханчевским. Это новое что-то в нашем служении. Но я уверен, что это будет тоже большим благословением и очень интересно услышать мнение о священном писании из молодого поколения. Это всегда очень познавательно. Но скажу вам, что ребята готовились, так что это будет интересно смотреть всем. Уже сегодня вышел первый рилс по этому поводу. В пятницу выйдет второй, а в субботу выйдет сама программа. Просьба большая. Пожалуйста, поддержите наших ребят. Каким именно образом? Подписывайтесь на наши все церковные медиаресурсы. Смотрите обязательно эти видео. Ставьте свои лайки, комментируйте. Делитесь этим видео с вашими друзьями, а также распространяйте их в разных группах, на которые вы подписаны. Как вот на нашей территории, здесь в Сакраменто, так и где-то в других группах. Я уверен, что это чудесная возможность для того, чтобы нести весь Евангелие в современном мире людям, которых оно может достичь. Так что, пожалуйста, делайте все со своей стороны, чтобы весь Божья распространялась. Хочу также напомнить, чтобы вы подписывались на наш Телеграм-канал, так как это очень хороший ресурс для того, чтобы мы могли общаться внутри нашей церкви, делиться разными мнениями, мыслями, разного рода информацией. Так что, пожалуйста, как всегда, ссылочка есть в описании к этому видео, перейдя по которой, вы можете подать запрос на то, чтобы подписаться на наш Телеграм-канал. Еще одно объявление. Я вновь жду гостей на программу «Молитва передвигающая горы». Друзья, это ваш шанс для того, чтобы засвидетельствовать о том, что наш Бог велик. Также хочу напомнить, что уже в ближайшее время мы хотим использовать такой онлайн-формат этой программы тоже, то есть приглашать людей в онлайн-формате. И тогда, независимо от того, где вы находитесь, вы сможете стать гостем нашей программы. Если вы бы хотели тоже принимать участие в этой программе таким вот образом, в комментарии к этому видео напишите, «Меня зовут так-то и так-то, вот мой адрес электронной почты, и я бы с удовольствием хотел поделиться своим молитвенным опытом». И мы с радостью пригласим вас стать гостем нашей программы. Так что, пожалуйста, ждем всех вас с нетерпением. Хочу также напомнить о том, что мы все еще проводим опрос о служении нашей общины. Для нас очень важно услышать ваше мнение, как вы себя чувствуете в нашей церкви, какие у вас есть предложения по разного рода служениям нашей общины, как внутри ее, так и за ее пределами. Мы бы хотели, чтобы вы оценили некоторые составляющие нашей церковной жизни, поэтому, пожалуйста, в описании к этому видео тоже есть линк, нажав на который вы перейдете на эту анкетку. Это несколько минут. Заполните ее, и таким образом это поможет нам лучше оценить ситуацию нашей служении, направлении, в котором мы движемся. Анкетка анонимная, так что вы можете спокойно писать все, что думаете. Для нас важно, чтобы это было честно и искренне. И я уверен, что это поможет нам и дальше развиваться еще в большей степени. Так что, пожалуйста, делайте это. Молитвенный блок. Мы продолжаем молиться за окончание войны в Украине на Ближнем Востоке. Хотелось бы, чтобы это все уже закончилось. Так что, пожалуйста, в молитвах ваших поддерживайте эти вопросы. Конечно же, прошу вас молиться за семейный кемпинг, который будет проходить, так как все равно это организация, много людей, природа, дикие звери. Хотя я уверен, что с нашим присутствием они уже перестанут быть дикими, если до этого еще было не так. Но все равно, пожалуйста, молитесь, чтобы все было без происшествий, чтобы мы с удовольствием и приехали, и уехали с этого кемпинга тоже. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 30, 2-3 стихи. Пускай Бог охраняет вас, благословляет вас на всех ваших путях, Божьих вам благословений в каждой сфере вашей личной жизни. Ждем вас с нетерпением на нашем кемпинге, на наших служениях, тут в доме молитвы. Всего вам самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok